Братцы Два маленьких объявления Первое, вот то, что я сегодня последнюю песню до перерыва пел Про, посвященный вернее так, Игоря Николаевича Морозову Я считаю, что это действительно основоположник Один из двух или трех афганской песни И в какой-то веке он, наконец, выпустил большую книгу Кому это более-менее интересно Вот там, где продавали билетики Другой вход, центральный, да? Там продается его книга По-моему, называется «Автоматы гитары» По-моему, 500 рублей стоит или где-то так Вот, если кому-то любопытно, то зайдите И можете ее купить Второе, значит, мы сейчас Тоже по графику сделаем второе деление Не очень длинное, не очень короткое Обычно, как и положено И у нас останется еще время на общение Поэтому я вам советую так особенно не спешить Спокойно Кому что хочется, еще можем посидеть Можем что-то выпить Девчонки нам скажут, когда уходить, если что Если кому-то не достались мои журнальчики Которые я раздаю бесплатно, естественно То у меня еще несколько штук осталось Потом мне скажете Я тогда с удовольствием отдам Мне будет домой меньше чего тащить А сейчас начинаем второе деление И совершенно неожиданно И для меня тоже Я думаю, для вас будет Новая песня Которую я никогда вообще не пел Только ее недавно сочинил Чем она интересна? Она не на мою мелодию Обычно я все пою Пусть на примитивную На свою мелодию И называется она, как у Пушкина Из Пин де Монти У Пушкина было одно стихотворение Которые первые строчки были Недорого ценю я громкие права И дальше идет о политике И для того, чтобы преодолеть царскую цензуру Он назвал что-то якобы перевод Из какого-то итальянского поэта Из Пин де Монти Вот А я написал какие-то слова Которые понял, что Нужно тоже обходить цензуру Но не царскую, а внутреннюю Потому что, в принципе, я человек Крайне застенчивый А песня достаточно Ну, скажем так, откровенная Я решил тоже назвать, что эта песня называется Из Пин де Монти Но в ней есть сильное влияние Некрасова И на это влияние Некрасова Был написан романс один такой И сколько я не смотрел источников Автора музыки К этому романсу Я так и не нашел То есть Просто что стихи Некрасова и все Поэтому моя песня называется Из Пин де Монти 2 Музыка народная Братцы, тише Очень песня грустная Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Очень грустная песня Что ты жадно дымишь сигаретой В стороне от веселых друзей Может, вспомнил родную газету Или провинциальный музей Ах, какие там были девицы Ах, какие вершились дела Как скакали твои кобылицы Закусившей любви у дела На служебных диванчиках узких В древних креслах На стертых коврах Скинув юбки и белые блузки Отдавались они в попыхах И на гребне застойной эпохи Вновь неслись, не страшась, не чертам Расточая и стоны и вздохи Опуская все ниже уста Постарели былые лошадки Нет газеты, разграблен музей Не играй же ни в трезвость Ни в прятки Выпей и отправляйся на святки С тройкой старых веселых друзей Где-то в начале 90-х Собирались мы в городе Киеве Мы это, я имею ввиду, афганцы И в том числе барды афганцы И все было хорошо Но вот я уже почувствовал, что нас, афганцев Очень сильно кто-то подкупает и разделяет И мерзавцы типа Генриха Авезеровича Боровика И всякая вот прочая нечисть Ребятам-афганцам дали какие-то льготы И прочее И они многие стали бандитами Но, кстати, вот интересно Офицеры, никто практически не шел в бандиты Солдатики неустойчивые И что-то меня тогда уже насторожило Я написал песню, которая называется «Братья по войне» Над бессонною кроватью Желтый снег на стене Где вы, братья, где вы, братья Мои братья по войне Заключенные в объятья Предававшими в огне С кем вы, братья, с кем вы, братья Мои братья по войне Не на вас лежит проклятие За безумие в стране Вы куда идете, братья Мои братья по войне Вас не вправе осуждать я Но все чаще снятся мне Невернувшиеся братья Мои братья по войне Да, одеждою и статью Мы такие же вполне Отчего ж так стыдно, братья Перед снимком на стене А вообще, не знаю, как Большинство сидящих в зале Я очень люблю Украину Я уверен, что почти у всех Кто здесь сидит Какая-то капля украинской крови Обязательно есть А я как-то Особенно люблю Киев Вот я в детстве туда попал И потом ездил И так это мне все нравилось А потом вот вроде узнал, что Ребята, с которыми вот тоже То, что я братья по войне пел Мы вместе выступали А сейчас смотрю и узнаю По интернету, что Они поют там В этой зоне АТО Для, так сказать Украинской служб безопасности То есть для наших врагов Думаю, вроде с одной стороны Какие сволочи, да? Как они могли? А вот одна девочка Молодая журналистка, красивая Которая обычно ходила на наши выступления Сегодня не пришла, да? Вот, она ездила туда На Донбасс, в Луганщину И она интересную штуку раскопала Что оказывается, когда вот там реально Происходит обмен убитыми и пленными То это делают именно афганцы С той и с другой стороны Потому что афганцы Друг другу доверяют А остальные Никто никому не доверяет, да? Вот, короче говоря У меня была такая песня Тоже после Киева написана От имени человека из Киева В драных керзачах С пушкой на плечах Я прошел тебя, Афган В солнечных лучах В ледяных ночах Снится мне зеленый А Анка, Буташкен И далее на Киев Где заждались Крещатик и Подол Оксана М И многие другие Которых я пока что не нашел Сброшена лишь невест Сдана КМС И получена медаль И гляжу с небес Как Афган исчез Впереди другая Далька, Буташкен И далее на Киев Где заждались Крещатик и Подол Оксана М И многие другие Которых я пока что не нашел Родина в окне Фото на стене Над кроватью свет луны Что сказать жене Если снится мне Не любовь, а путь с войны К Абул, Ташкен И далее на Киев Где заждались Крещатик и Подол Моя жена И многие другие Которых я, конечно, не нашел К Абул, Ташкен И далее на Киев Где заждались Крещатик и Подол Оксана М И многие другие Которых я пока что не нашел Саша Леник, ты доволен? Ты же украинский националист, как и я Ну вот Почему? Нет, обожди Ты не понял Эта песня называется Путь с войны Как я возвращаюсь домой А, ну а другой, да Так Давайте еще раз помним 25 лет Начало первой чеченской кампании Какая была тоска, я не знаю Вот здесь только, может быть Виталий Иванович По-моему, Бенчарский Я его представлял Еще раз представлю Это человек Советский полковник Который больше 300 Наших пленных Солдатиков Вытащил оттуда Вернул К матерям Но вот это было первой чеченской кампании Когда она закончилась Было чувство глубокой тоски Понимаешь, потому что Еще и наши пленные Все-таки там оставались И понятно, что нужно было еще раз Вот я вам Просто вот Это как бы свидетельство времени То, что я написал Но то, что думаю Многие чувствовали Мы смерти тоже не боялись Но как не выполнить приказ И мы ушли, а вы остались Остались умирать за нас Просить прощения не вправе Мы видим в яве и во сне Как мы уходим, вас оставим На поругание в Чечне Плащения нет Но мы клянемся Когда ополнятся верхи Мы к вам вернемся Мы вернемся Чтоб нашей кровью смыть грехи И в грозный день последней битвы Вы с нами встанете в строю Своими вленьями молитвой Прощая Родину свою И в грозный день последней битвы Вы с нами встанете в строю Своими вленьями молитвой Прощая Родину свою Где Саша? Саша, что-то мне кажется, что стала гитара Или я оглох Чуть-чуть погромче можешь ее сделать? Ну, ненамного Песня называется «Воспоминание бойца» Полыхал БТМ за спиною И бензин разливался вокруг И навеки прощался со мною Настоящий ни песен, ни друг Настоящий живот опаленный Непридуманным жарким огнем Рядовые безлыча погоны Покоробившись стрели на нем Но подробности вам не расскажут Ни комдив, ни ночпор, ни комбат Только место на карте укажут Где отмучился этот солдат Да и мы с ним простились лишь взглядом Когда полз я к живому огню Если вы с нами не были рядом Как же это я вам объясню К сожалению, это не песня Это был, это был, это был Под гордезом мы рухнули вместе В придорожную жаркую пыль Песня называется За речкой на юге Это такое возникло Я не думаю, что от меня Но возникло устойчивое слово Сочетание, да Афганистан это значит За речкой на юге А мне еще одно, знаете, почему Запомнилось Была такая В конце советских времен Популярная телепередача Взгляд И вот меня как туда, значит, пригласили Затащили Конечно, я не очень хотел Но Затащили И какой-то В общем, короче говоря Я должен выступать С гитарой Это все-таки Петь В прямом эфире Это тяжело А, по-моему, был какой-то день 23 февраля Они говорят Ну, ладно Вы там Споете там Да И все Да-да-да-да Потом смотрю 10 часов 11 часов 12 часов Пошел первый час ночи Я говорю Ну, а вы меня когда? Ну, мы вас выпустим Выпустим То есть Они, наверное, ожидали Что я там перегорю Совсем Ну, отца И я решил Из принципу Из принципу просто Спеть самую сложную песню Да И я и успел И вроде получился А песня такая За речкой на юге Завалы Заслоны Засады Бархавы С угробы Ветра Наверное Забыть это надо Но помнится Словно Вчера Страна Что за речкой на юге Как мы ее звали По час Останется Песня О друге Навечно Ушедшим От нас В той песне И боли Просторы Тревожных Афганских Дорог И гордость И горе И горы Где друг Отозваться Не сможет А мы вот Пришли Из-за речки Мы обняли Жен И детей И песню Поем на крылечке Среди Невоенных Гостей Ни взглядом Ни словом Ни нотой Ни чьем Не смутим Бытием Война Была Нашей работой И мы Выполняли Ее Но если Концовку Припевок Подтянет Невидимый Друг Мы Глянем Ни вправо Ни влево А в сторону Речки На юг Страна Что за Речкой На юге Как мы Ее звали Подчас Останется Песня Друг На вечно Ушедшем От нас Еще Одна из Афганского цикла Называется Песня Джалабад Чем интересен Джалабад Он довольно близко От Кабула Но Кабул Стоит в горах На высоте Примерно 1800 метров И Зимой В нем Очень холодно Очень А Джалабад Стоит За горами Но внизу И там Зимой Очень тепло Вот Улетаешь Совершенно близко От Кабула До Джалабада А там Совсем Другая Жизнь Днем Ветер Ночью Снегопад Морозные Рассветы А мы Летим Джалабад Джалалалабад Летом Там В эвкалиптовых Ветвях Большие Так Сороки Десятки Желтогруб Дых Так Устраивают Склоки Там Берега Реки Кунар Травой Покрыты Сочной И Над Водой Молочный Пар Восточной Дышит Ночью Там Пальму Прогие Листы Как Зеркала Сверкают И Звезды Из чистой Высоты По ним Траву Стекают Там Как на емке В Новый год Пунцова Красным Шаром Бесценный Безымянный Плод Красуется Задаром Там Над Ручьем Стоит Камыш Три Роста Человечих Летучая Ночная Мышь Порхает В нем Беспечном Там Обезьяны Из Чищев Пугают Визгамуток Там Снайпера Стреляют В лоб Что Тоже Кроме Шуток Там Снайпера Стреляют В лоб Что Тоже Кроме Шуток Днем Ветер Ну Ну И так Далее Ну Я к тому Что Почти Бесконечная Песня Вот Кстати Когда Иногда Вот Сейчас Вроде Же Глупо Спорить А что Вы не могли Вот с этим С Афганистаном Справиться Там Да Да Во-первых Там Было Максимальное Там Сто Ну Самый Максимальный Момент Сто Двадцать Тысяч Наших Войск Американцы В буре В пустыне Для маленького Ирака У них было Больше Полумиллиона Ладно Говорит Ну Афганистан Такой Маленький Какой Нахрен Маленький Афганистан Он Больше Чем Самое Большое Государство Западный Фронт Западная Эвропа То бишь Франция Афганистан Больше Франции Это Огромное Государство Туда В принципе Послали Там Несколько Наших Там Этих Там Полков Чтобы Если Серьезно Было То Нужно Большой Континент Ну ладно Поэтому Назывался Ограниченный Континент Ладно Я без Политики Там Но Просто К тому Чтобы Понимали Что То Что Сделали В Афганистане Вот С этими Силами Было Максимум То Что Можно Было Сделать Я Обещал Возвращаться Как-то Не то Что К ракетным Войскам А К нашим Молодцам Потому что Когда мы Были Курсантами В 70-х Годах И все Казалось Вот Советские Времена Ничего Было Нельзя Вы там Жили Типа Как Ублюдки Там А теперь У вас Свобода Такой Свобода Какая Была В 70-х 80-х Годах В Советском Союзе Это Даже Придумать Нельзя Сейчас Нигде Я Ступить Нигде Не могу Я Не могу Ни Закурить Там Не Выпить Там Ни К Женщине Подойти Потому что Меня Обвинят В сексуальном Домогательстве И вообще Ничего Не могу Я живу Как Ублюдок Там А вот В принципе Эти 70-е годы Это же было Время Свобода У меня Песня Была Такая Про Первые Курсантские Свидания Вот Тоже Типа Армия Да Пили Мы И Курили И С Девчонками Встречались И В самоволку Ходили И Все Таки Хорошо Служили И Все Как Миним До Полковников Служили А У нас Была Первая Казарма На Софийской Набережной Правда Она Называлась Набережная Мариса Тореза Сейчас Я Опять Софийской Столеза И Тогда Было Там Еще Посольство Великобритании Его Сейчас Перевели Кстати Куда Тут Вот А В тылу Посольство Великобритании Это Был Сквер Репина Так Назваем Или Болото Где Сейчас Новая Демократическая Молодежь Устраивает Всякие Бесчинства Вот Там Кинотеатр Ударник И Далее А Мы Там По Форме Номер По Три Называлось С Голым Торсом Без Всякой Одежды Кроме Внизу Мы Там На Зарядку Бегали Естественно В знакомые Места Устраивали Там Свидание С Девчонкой Вот Вот Так Песня В тылу Посольства Великобритании Где Длинный Сквер Скамейки И Фонтан На Первые Гурсантские Свидания Я Приходил Прекрасно Юлипья Без Памятника Живопису Репину Скромеечка Стояла В темноте Волнительней Непой Нелепее Свиданий В жизни Чем Свидания Те Московская Холодная Холеная Девчонка Издевалась Надо Мною Чтоб Через час Прикинуться Влюбленную Перед Казарменной Проходной Ей нравилось Наверно Многолюдием Хмельные Голоса Со всех сторон Эй Девочка С какой Ты киностудии Братан Отдай ее В наш батальон Не знаю я С какой Ты киностудии Отдам тебя В соседний В батальон Тогда Со страстью Будто В самом деле Шней Она Приподнималась На носки Закидывая На мою Шинелишку Две белых Горностаевых Руки И прижималась И прижималась Бедрами Упругими И Четом Небалову И целовала В губы Не стыдясь Чтобы Юнцы Военные С подругами Завидовали Видя Нашу Связь Я Иногда Хожу За Москворечи Сажусь На ту скамью Когда Пуста И Вспоминаю Будто Помнить Нечего Ее Перед Казар Мою Уста И Вспоминаю Что ж Не Вспомнить Нечего Ее Перед Казар Мою Уста Вот почти Серьезная Писка Возможно Я бы сейчас Не написал Я написал Несколько Раньше Называется Помолись За Россию Помолись За Россию В гильцах Сплющенных Огни Затепли Чтобы Ветры Их Не Заносили Не Засыпали Бы Гвозди Земли Бог Прости Много Вера Всех Ослевших Всех Заблудших Прости Но Темна Судьба Офицера Кто Господний Свет Не Сохранит Помолись За Победу Как Предобразом Над Карты Всю Ночь Божий Промысл Нам Неведом Сатанинским И Вольны Превозмож Помолись За Солдатом Дивен Бог Своих Святых И Бойцах Умирающих Брат За Братом Воскресающих В наших Сердцах Помолись За Россию За Всевечную Ее Проводу Лишь Бым И Огней Не Гасили И Звезде Служали Кресту Лишь Бым И Огней Не Гасили И Звезде Служали Кресту Благодарю Благодарю А я не знаю, что такое гендуков Тогда ты и спой Я думал об этом, понимаешь И все-таки, если я буду петь заказы из зала То я каждый раз буду петь одни и те же песни Да Ну, давай договоримся так Кстати, следующая встреча у нас Кто захочет Это примерно середина апреля Точную дату мы не знаем Но примерно так 15-16 Это будет обязательно суббота Обязательно в 3 часа Потому что лично мне это нравится Не знаю почему Потому что после этого можно еще спокойно выпить А это самое А в воскресенье Не надо идти на работу Да, и вам тоже Вот То есть это будет где-то в середине апреля Тогда я обещаю, Вадим Голог, кстати, Вадим Макулов Это бывший наш партийный советник в Афганистане А потом собственный корреспондент Газеты «Правда» в Афганистане Вадим, когда я закончу Надеюсь, ты почитаешь стихи Так, у нас осталось Сейчас по плану 5 песен Мы это сделаем Вот когда Прошла первая Чечня Потом вторая Чечня И все равно было чувство безнадежности А потом как-то все отлегло Вот я вам сейчас пою две песни Просто сравнить так Одно, которое было сразу же написано После возвращения в Чечне А другое через какое-то время Ну что ж, пора, товарищ капитан Мы родину и смерть не выбираем Мы под звездой прошли Афганистан Мы на крестах России умираем Ну что ж, пора, товарищ капитан Мы сыновья загадочной страны Мы как чужие В собственной отчизне И пусть мы ей Сегодня не нужны Но без нее И нам не надо жизни Мы сыновья загадочной страны Нет красных звезд На полосах знамен Но наша кровь Не изменила цвета Еще он будет В мире воскрешен Хотя Пока Мы гибнем Не за это Нет красных звезд На полосах знамен Ну что ж, Товарищ капитан Товарищ капитан Пора Ведь мы Ни жизнь Ни смерть Не выбираем Мы за державу Гибнем Под ура Мы за эпоху Молча Умираем Ну что ж Ну что ж Товарищ капитан Пора Прошло некоторое время Я написал песню Которая называется Песенька Капитана Из Чечни Вот и весь служебный рост На погонах Восемь звезд А хожу все годы В камне дырок взвода Я, меняя округа Бил условного врага Но за годами чаще Враг был настоящий Я в Абхазии бывал В Приднестровье воевал Я верхом на танке Ездил по таганке Я стоял на рубеже Спал с овшами в блиндаже Я копал окопы Посреди Европы Не давала б ордена Удивленная страна Умный, мол, ворует А дурак воюет Я не робов и не слаб Я отнюдь не против баб Но с моим окладом Им меня не надо Я под вечер или в ночь Выпить водочки не прочь Это тоже дело Если нет обстрела В общем, я такой, как вы Из Стамбула и Москвы Разве что контужен И никому не нужен Т спор Должение следует... Редактор субтитров А.Савельева Корректор А.Кулакова тем более одна из них как я называю это сам у меня песни есть такие песни кричалки вот эта песня я что-то поставил себе задачу вот вспомнить афганские гарнизоны которые я знаю их там много там я же не все знаю но те которые более-менее знаю где-то бывал там хоть и хоть на секунду загляну песня называется афганский гарнизон с ташкентской пересылкой у последнюю бутылкой упростились и айдам воздушным сообщением другое измерение в другие города я кабу 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 на руля ман где чуть живой от скуки штаб сороковой аэродром небесный гром гамдив с чекушкою и прапорщик с ветром джалалалаба волшебный сад меж двух бригад что над рекой хранят свой собственный покой спим на часах с бычком в усах и вертолетный полк витает в небеса кундуз кундуз не хватит мус чтобы поэтов объявить тебя прекрасно чудо дны зимой мороз весной по нос и круглый год жить или не жить один вопрос газни-газни кругом огни глют дышака издалека и миномет из бугорка берись за ум гони ханума без темноты она не стоит этих сумм гордес гордес пыль до небес качают духи головой перед бригадой штурмовой мол за рубли в такой пыли мы сами духи продохнуть бы не смогли шин-дан-шин-дан здесь мало бант а тот кто этому не рад пусть отправляется в герат но здесь окня госпиталя где много папа с ними пухом нам земля и кандагар сплошной угар на черной площади враня горит среди ночи и среди дня но за углом аэродром где нас не взять где ждет нас пропорщик с ведром а 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 но у меня есть второй повод я сегодня хочу вспомнить виктора палыча куценко это был такой генерал художник советник инженерных по инженерным войскам в афганистане замечательный человек и однажды вот в санатории русь который был сейчас помощью вода на афганцам он оформлял музеи там очень многого картину мне показывает одну картину я говорю очень хорош картину говорю но что-то здесь какие-то знакомые лица так это картина называется нюрка а там сидят у костра там двое человека около них лежит собака или кто сидит я говорю один вроде выберет а второй это ты нарисовал такую картину плачет нюрка живая душа слезы с кровью смешались на лапах ах как нюрка была хороша самый тоненький чуя лозапов плачет нюрка а птица летит боевая железная птица плачет нюрка себе не прости но ведь плачет нюрка но ведь Но первый чуть-чуть не успел. Но за греху прошел холодок, Когда запахом сбоку пахнуло, Но на тонкий стальной проводок По расщелини лапа скользнуло, И взметнулся огонь из камней, И запахло железом каленым, И хозяин, идущий за ней, Опустился на землю со стола, И ползла, к нему Нюрка ползла, И лизала его, и лизала, И хрипела на помощь взяла, И глазами всю боль рассказала. Вот бежали к саперу друзья, Обматали бинтами сапера, Он сказал, не без Нюрки нельзя, Нет, сказали ему, это горы, Вертолет прилетел по дуру, Их вдвоем погрузили в машину, Ты не плачь, Нюрка, я не умру, Ты не плачь, я тебя не покину, Но плачет Нюрка живая душа, Слезы с кровью смешались на лапах, Ах, как Нюрка была хороша, Самый тоненький, чуя лаза. Последняя песня, она вроде бы как Про ракетные войска, А на самом деле, я думаю, Про нашу с вами жизнь, да. У нас последняя казарма, Уже больше даже, как общежитие, Была вот недалеко отсюда. Мы сейчас сидим на Цветном бульваре, Да, где самотека, А вот там есть чуть подальше, Там Садовая Спасская улица. Вот песня про Садовую Спасскую улицу, Где было последнее мое казармное представление. Мечты обязательно сбудутся, Но вечно прибудет со мной. Садовая Спасская улица, Автобус двяносто восьмой, Пивные ларьки в окружении, И через дорогу продмах Войдите в мое положение, Пропить все и жить дотаща. Я выучусь, стану ракетчиком, Женюсь, воспитаю ребят, Над жизнью своей искалеченной Расплачусь я вдруг не в попад. Жена удивленно нахмурится, Я выпью и снова со мной. Садовая Спасская улица, Автобус двяносто восьмой. Мы, люди по-своему дошлые, Советские экс-юнкеры. Да здравствует светлое прошлое, Туманному завтра ура! Претерпится жизнь и прилюбится, Жаль, юность порвется струной. Прости меня, Спасская улица, Автобус двяносто восьмой, Садовая Спасская улица, Автобус двяносто восьмой. Вот кто здесь не первый раз знает, Что всегда заканчиваю одну песню. И одними теми словами, Если кто хочет понимать, Что творится в этом мире, И что раньше было, Читайте Вадима Валерьяновича Кожаного. История Руси и русского слова, Загадочные страницы двадцатого века, Даже прочее. Все есть о нашей жизни, Есть об истории. Я сейчас ее спою, Свою песню, Но то, которая была Любимой песней Вадима Валерьяновича Кожаного. И однажды он мне так, Еще даже не по пьянке, Он в конце жизни уже очень мало пил, Он сказал, что, А возможно, это лучшая песня двадцатого века. Я за эту фразу ухватываюсь И на ней, на этой песне, Собираюсь закончить. Это тоже офицерский романс. От боя до боя недолго, Ни коротко лишь бы не вспять, А что нам терять, кроме долга? Нам нечего больше терять, А что нам терять, кроме долга? Нам нечего больше терять, И путь на пространство державы, Весь фронт наш незримый опять. А что нам терять, кроме славы? Нам нечего больше терять, А что нам терять, кроме славы? Нам нечего больше терять, Пилотки и волосы серы, А что нам терять, кроме чести? Нам нечего больше терять, А что нам терять, кроме чести? Нам нечего больше терять, В короткую песню не верьте, Нам вечная песня подстать, А что нам терять, кроме славы? А что нам терять, кроме смерти? Нам нечего больше терять, А что нам терять, кроме славы? Спасибо еще раз всем. И да, кто хочет свободный микрофон, Вон, Вадим Акулов.